Республика Коми 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 в текущем году в частности завершат оборудование позиций для несения боевого дежурства и систем жизнеобеспечения. Также планируется восстановление аэродрома на мысе Шмидта. Напомним, подразделения Восточного военного округа заступили на боевое дежурство в российской арктической зоне на острове Вранглии и мысе Орта Шмидта 1 октября прошлого года. В ноябре на мысе Шмидта было завершено строительство здания для размещения военнослужащих, состоящее из модулей. В конце 2015-го на одном из арктических островов будет построен самый большой комплекс, проектированный в форме звезды. Такое проектное решение позволит военнослужащим свободно перемещаться внутри сооружения, максимально ограничив нахождение на открытом воздухе в условиях низких температур. В Мурманске на борту учебного парусного судна «Сюдов» начала работу шестая Всероссийская морская научно-практическая конференция «Арктика-2015» — «Северный морской путь развития арктических коммуникаций в глобальной экономике». Конференция «Арктика» призвана продемонстрировать возрождение в России интереса к высоким широтам. По мнению губернатора Мурманска Марины Ковту, насвоение Арктики имеет огромное значение не только для социально-экономического развития страны в целом, но и для соблюдения баланса интересов между всеми арктическими субъектами Российской Федерации, а также для развития арктических территорий. При этом, по словам главы региона, арктическим регионам все труднее конкурировать с другими субъектами Российской Федерации в качестве жизни в условиях северного удорожания товаров и услуг. В таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры для жизни, арктические регионы не могут соревноваться с более благодатными областями. Глава региона особо обратила внимание, что одной из проблем, характерных для большинства северных территорий, является отток населения, который вскоре может обернуться нехваткой квалифицированных кадров, да и просто рабочих рук для традиционных отраслей, горнодобывающей промышленности, металлургии и рыбной индустрии. Губернатор напомнила, что в последние годы Россия значительно активизировала научные исследования в Арктике, создает здесь свою комплексную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, единую национальную систему мониторинга окружающей среды, развивает систему аварийно-спасательной готовности и сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что для нашей страны этот уникальный макрорегион и его развитие является национальным приоритетом. У берега арктического острова Вайгач в Неницком автономном округе с осени прошлого года дрейфует во льдах брошенная баржа с 300 тоннами дизельного топлива. Достоверно неизвестно, как плавсредство с экологически опасным грузом оказалось у Вайгача и кому оно принадлежит. Сейчас специалисты сделали запросы надзорные органы, в частности в транспортную прокуратуру Панао и территориальный госморречнадзор для установления собственника баржи и груза, обследования баржи на месте и принятия мер по недопущению экологического загрязнения. По данным Всемирного фонда дикой природы, льды, сдерживающие баржи, вот-вот начнут таять и шторм может вынести судно с опасным содержимым на скалы. На Ямале продолжается программа увеличения популяции овцебыков. В апреле 2015 года в природном парке Полярно-Уральске на свет появились 17 телят. Весеннее отел овцебыков продолжается и по наблюдениям специалистов при плотах этого года ожидается на уровне прошлого сезона 21 теленок, что является рекордным за последние несколько лет. Программа по воспроизводству и расселению мускусного быка древнейшего представителя арктической фауны реализуется на территории Ямалонинецкого автономного округа с 1997 года. Всего на территорию горно-охотодинского участка природного парка Полярно-Уральский приуральского района Стаймыра было завезено 62 особи. Частью животных были помещены в вольер, а часть выпущена на волю. За последние 16 лет на волю выпущены или вышли из корали самостоятельно 35 овцебыков. В настоящий момент в природном парке обитают 120 взрослых особей. В перспективе рассматриваются варианты по расселению части поголовья на другие территории автономного округа. В частности, для решения этого вопроса в конце прошлого года состоялась научная экспедиция по изучению современного состояния популяции мускусного быка. Специалисты оценили состояние инфраструктуры питомника и пастбищ, также биологи собрали данные по истории и динамике демографических параметров овцебыков питомники, оценили текущую полувозрастную структуру животных. Ученые уверены, что реклиматизация овцебыков на севере Ямалонинецкого округа способствует развитию устойчивости тундровых экосистем, увеличению охотничьи промысловых ресурсов и обеспечению традиционного природопользования коренных народов Крайнего Севера.